Соловки, пасты. Свидетельство узников Соловецкого лагеря особого назначения. Читают сотрудники и сотрудница Понда Иоффа. Фрагмент воспоминаний неизвестных заключенных, опубликованных в Вестнике Русского студенческого христианского движения в 1949 году. Соловки, 1926 год. Наступают великие дни Страстной Седмицы и Светлого Христового Воскресения. У большинства заключенных только одна мысль. Как бы побывать в храме? Как бы причаститься святых тайн? Как бы хоть раз услышать «Христос воскресе»? Но тут и начинаются репрессии, не прямые, а косвенные. Или объявляется всеобщая поверка с запрещением на сутки выхода из своей роты. Или сановработка, то есть баня с дезинфекцией одежды, что заставляет заключенных часами сидеть или в бане, или в ожидании своих взятых на дезинфекцию вещей, и еще многое другое. Несмотря на все это, заключенные умудряются попасть в церковь. С каждым днем Страстной Седмицы молящихся в церкви все больше. Даже причастников много. Помню один год. На утренней Великой Пятнице двенадцать Евангелий читают одиннадцать епископов не потому, что нет двенадцатого, а потому, что одно Евангелие читает словецкий игумен. Церковь полна народа, но стоять удобно, так как монахи строго следят за порядком, и никто никуда не двигается, а знает свое место. Случайно пришедшие стоят у дверей. Все застыли, углубившись в молитву и наслаждаясь прекрасными словами, несущимися из храма. И вдруг, нарушая порядок, сквозь сплошную массу богомольцев по направлению к алтарю, усердно работая локтями и плечами, пробираются три молодых шпаненка. Худые, бледные, оборванные. Монахи их пропускают, и к недоумению всех молящихся они всходят на омвон, кланяются правящему епископу, и дрожащими голосами начинают петь разбойника благоразумного. Первый раз очень тихо и робко, потом смелее и громче, и, наконец, в третьей, полной грудью, с большим чувством. Прекрасно. Все богомольцы плачут. Даже у сдержанных словецких монахов на глазах появляются слезы. Как выяснилось потом, они приходили к правящему с просьбой разрешить им пропеть разбойника и выхлопотать для них разрешение прийти в церковь. Владыка заставил их пропеть и умудрился достать пропуск. Что было в их душе во время пения разбойника? Где и когда они раньше пели? Почему попали на такой страшный путь? Чувствовали себя хоть в эту минуту разбойниками благоразумными? Знает один сердцеведец.